Всем привет! С вами Рафаэль Анриэл, и в этом видео вы увидите секретный запрещенный гравитационный генератор, который был создан великим ученым Виктором Шоубергером и был повторен не менее великим слабоняном Андреем. И в этом видео вы узнаете, как подобный генератор мог работать, и некоторые очень интересные тайны об этом генераторе. Ну что, друзья, обязательно ставьте лайки, мы начинаем! Также не забывайте делиться этим видео, поскольку это очень важно, чтобы многие люди могли узнать, что подобные технологии реально существовали. То, что будоражит умы, физики до сих пор не могут понять, как оно работает. И в действительности эти аппараты нарушают законы физики. Этот генератор был запрещен во всех странах, и за него могут убить, как убили Слободяна Андрея, изобретателя свободной энергии. Итак, друзья, что вы можете знать о запрещенных гравитационных генераторах? Возможно, вы слышали, что есть такой ученый Виктор Шоубергер, который создал вихревой гравитационный генератор. Я думаю, что вот это фото вы сейчас прямо наблюдаете. Это такой генератор, в котором расположены то ли медные, то ли стальные трубки, они вот так идут в виде вихря, то есть как торнадо. И под определенным углом все это дело начинало выдавать больше энергии, чем поступало извне. И сегодня мы как раз-таки рассмотрим такую установку, которую повторил Слободян Андрей. Он мне про нее очень много рассказывал. Для тех, кто не знает, кто такой Слободян Андрей, это великий ученый, которого, к сожалению, убили за то, что он создал много подобных генераторов, которые нарушают законы физики, и хотел все это дело производить и вывести в массы. Так сказать, небольшая теория заговора, к сожалению, на нем сработала. Ну что, друзья, этот человек много рассказывал, как устроен его генератор. И в итоге, наконец-таки, в интернете сплыли те фотографии, которые даже я не видел. Но я видел эту установку. Но, к сожалению, я не снимал на тот момент ни видео, ничего, потому что это была приватная беседа. Но вот сейчас у меня есть некоторые видео, а также фото этой установки. Давайте же будем разбираться, что за такой секретный генератор и как он работает. Я думаю, то, что вы сегодня увидите, вам никто не расскажет и не покажет. Потому что это, получается, информация практически из первых уст. То, что я услышал от самого изобретателя, и то, что я вам сегодня покажу, возможно, даст вам крупицу знаний о том, как это могло работать. Ну что, приступим. Начнем по порядку. Кто же такой создатель этого генератора Виктор Шоубергер? А именно, это австралийский лесничий натуралист, альтернативщик, философ и изобретатель. Но, конечно же, ему приписывают больше других действий, нежели создание этого вечного двигателя. Дело все в том, что подобные технологии всегда пытаются скрыть от общественности. То есть, чтобы люди думали, что это какой-то фейк и тому подобная технология. Но все мы с вами знаем, что данные технологии на самом деле работают. Просто я видел, как именно эта турбина была построена Слободяном, он ее тоже хотел установить в Теслу. То есть, тут вообще бы не применялись ни магниты, ничего подобного. То есть, энергия должна была идти из этой турбины, а это именно была турбина. То есть, если вот я вам скину сайтик, да, и в видео добавлю картинки, вы увидите, что вот эта вся спираль, которая установлена, да, она выглядит как вихрь, вот такая, в нее должна была подаваться жидкость. То есть, нужно было эту установку, подавая давление, например, раскрутить. Но это как именно работало у Слободяна. У Шоубергера, возможно, по-другому. Слободян рассказывал, что для того, чтобы поймать сверх единицу, то есть, больше энергии, чем мы вкладываем, нужно построить правильную установку по правильным пропорциям, что немаловажно. По числу Фибоначчи и по золотому сечению обязательно должна быть построена установка, иначе она не будет работать. И эта турбина только на определенных оборотах начинает давать как бы прибавку энергии. И при том, что она как бы не будет сама крутиться, она может просто, как сказать, Слободян поймал этот эффект именно таким образом, что когда он эту установку раскручивал, да, вот этот вот, будем называть, как косичку торнадо, да, он просто ее раскручивал, и на определенных оборотах, когда он угадал с углом, по-моему, 22 градуса или что-то в этом духе, у него установка начала потреблять просто мизер, как будто, ну как, установка как, на холостом ходу как будто. Вот, и он это заметил, то есть представим себе, что этот генератор потреблял 500 ватт, да, ну, то есть когда он раскручивается, он 500 ватт потребляет, его холостой ход 500 ватт был. И резко на определенных оборотах он начинает потреблять, например, 50 ватт, то есть, а при этом по ощущениям он раскручивается как бы еще сильнее. То есть, вот самый интересный эффект, который удалось как бы добиться. Тут главное правильно сделать и форсунки, и все это подобрать, потому что Слободян, насколько я понял, очень много вариантов переделывал, очень-очень много, и в итоге у него получилось добиться эффекта, то, что потом он уже показывал, да, такой как бы центробежный генератор, он назвал это центробежный генератор, который потребляет 250 ватт примерно, и тепла выдавал где-то 25 киловатт. То есть, это было за счет именно этого эффекта, то есть, который как бы Виктор Шоубергер и продемонстрировал всему свету, так сказать. Виктор Шоубергер и Виктор Шоубергер и Виктор Шоубергер Виктор Шоубергер и Виктор Шоубергер и Виктор Шоубергер На публике. Вот если сайт еще промотать, тут как раз таки, как был устроен генератор Шаубергера. То есть, то, что построил Слободян, в принципе, взято как бы отсюда в основном. То есть, он просто какие-то свои вещи проверял. То есть, это просто, по сути, была турбина. Очень правильно спроецированная. То есть, правильно собранная и подобранная. Если малейшее что-то не соблюсти, например, обороты. То есть, у Слободяна именно в этой турбине, то есть, не в первой модели, которая именно будет на картинке, на превью. А именно та модель, которая уже была большая, построена где-то мощностью на 25 киловатт, наверное. Я уж точно не помню. Она, помимо того, что при раскручивании вообще крутилась, скажем так, ну, как сказать. Как будто ты с горки на велосипеде едешь, крутилась турбина с нагрузкой сама так. И при этом, то есть, в чем вообще прикол этой турбины, да? Помимо того, что она давала, грубо говоря, больше энергии, чем потребляла, она затронула какой-то, скажем так, еще какой-то закон физики, который мы еще пока вообще не изучили. То есть, про этот момент знало вообще очень мало людей, и, наверное, никто не узнает, то, что, когда он построил эту турбину, она как бы, ну, как стиральная машинка, представим себе, выглядит, да? На половину. Эта турбина, она стояла на столе. Когда он ее раскручивал, он снимал видео, да, там, для тестов, еще для чего-то, кому-то показать, возможно, и своих друзей, таких, как я был. Он заметил, в общем, один интересный эффект. Все, что снимает на камеру, начинает как бы плыть рядом с этой турбиной. То есть, такое ощущение, что эта турбина, когда вырабатывала энергию, то есть, работала в этом режиме сверхгенерации, она то ли материю, то ли гравитацию, то есть, что-то с миром делалось неправильно. То есть, эта установка, возможно, намного интереснее, помимо того, что она могла просто энергии много давать. То есть, она что-то еще, какой-то эффект еще был обнаружен Слободянам, но он так, к сожалению, не смог это до конца изучить, потому что его, к сожалению, убили. Вот. Но из подробностей я узнал только то, что он вызывал специалистов и по гравитации, то есть, измеряли, есть ли какие-то магнитные искажения, гравитационные или вообще какие-то искажения, радиация там, я не знаю, вообще что-то. То есть, никаких изменений, никаких аномалий не было, но при этом, если человек попытался снять эту установку, например, ну, как бы с камеры, хоть даже за 100 метров от этого генератора, картинка все равно искажалась. То есть, представьте себе, что вы едете по маленьким кочкам и на телефоне, если дешевым снимать, да, то как бы начинает вот так вот все плыть из-за дешевой камеры. Вот здесь был такой же эффект абсолютно с любой камерой. То есть, я через WhatsApp, когда смотрел онлайн, то есть, как бы по видеотрансляцию, да, когда Слободян мне показывал этот генератор, и я просто наблюдал, что я не могу посмотреть, потому что картинка как бы вот так вот плывет ходуном. И Слободян говорит, что, типа, ну, глазу это незаметно, типа, ну, только камера фиксирует даже на большом расстоянии вот такое искажение вот этой вот турбины. Так что, друзья, эта вещь, советую вам, ну, тем, кто этим занимается, интересуется, очень сильно углубиться, потому что это еще интереснее, чем просто магнитный генератор, который вырабатывает там, например, больше, да, производит энергию и все на этом. Эта установка гораздо интереснее. То есть, это что-то за гранью даже того, что люди, которые занимаются даже этим, это даже за гранью их понимания, потому что законы физики тут еще дальше шагнули, скажем так, в плане нарушения этого всего. В общем, ладно, давайте смотреть тут просто, просто это великолепная установка, что Шоубергера, что Слободяна, который он ее построил. И если я найду, я вставлю кусочек того, где уже была самая последняя современная модель установки Шоубергера. Вот, так что, вот такие дела. Вот, это вот будущие модели. Вот так. Ну что, друзья, на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Если какие-то подробности тоже знаете, не стесняйтесь, пишите в комментариях и в моем телеграм-чате тоже, потому что покрупиться, покрупиться, собирая знания, мы однажды построим такой генератор. И он будет работать. Ладно, всем удачи и пока. Увидимся. Продолжение следует...